Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Разборка в Бронксе». Приятного просмотра! Китаец Кьонг прилетел на свадьбу своего дяди Билла в Нью-Йорк. Кьонг восторгается Манхэттеном. Вот только магазин дяди расположен в Бронксе, опасном бандитском районе. Отец Кьонга был знаменитым мастером кунг-фу. Мужчина пошел по его стопам и стал в этом единоборстве чемпионом Гонконга. Кьонг увидел тренажер и не удержавшись от души навалял деревянному манекену. Ему похлопал восторженный Дэнни, соседский парнишка на инвалидной коляске. Кьонг подарил ему свою приставку, чем очень порадовал пацана. У него нет родителей, только старшая сестра. Билл показывает племяннику свой продуктовый магазин. Сегодня он его продаст. Кьонг зашел внутрь, чтобы познакомиться с будущей женой дяди. Но он ошибся. Билл влюбился не в китаянку, а темнокожую жительницу Бронкса. Ну что я могу сказать? Добро пожаловать в Америку. В магазин вошла Элина, будущий владелец бизнеса. Билл рекламирует магазин. Это единственный супермаркет на 8 кварталов. Будущая тетя похвалила мышцы Кьонга, и он захотел покрасоваться у зеркала. Вот только оно прозрачное, и Элина его также заценила. Кьонг зашел в кабинет и понял, что девушка видела его кривляние. Договор был подписан. Билл пригласил Элину на свадьбу, которая состоится завтра. Жених взял у друга на прокат дорогой антикварный лимузин, Бьюик 38-го года. На нем он собирается заехать за невестой. Ночью Кьонга разбудил рев моторов мотоциклов. Прямо под окнами бушуют панки. Две банды устроили соревнования. Девушки должны проехаться на мотоциклах по припаркованным автомобилям, попутно громя их. И в ряду с другими машинами стоял дорогущий лимузин. Кьонг запаниковал и понял, что придется вмешаться. Он спустился по лестнице и закрыл лимузин своим телом. Из-за этого девушка в красном проиграла. Как раз в этот момент подъехала полиция и разогнала панков. Кьонг снова встретился с Элиной на свадьбе своего дяди и предложил девушке на этой неделе помочь ей с магазином. Так Билл спокойно проведет медовый месяц. Во время легкой зарядки Кьонг услышал репортаж об ограблении. Было украдено украшение на 7 миллионов долларов. Молодожены отправились в путешествие и квартира осталась в распоряжении Кьонга. Когда он передавал Элине бумаги, в магазин завалили гопники. Один из них отпил сок из банок и спер несколько шоколадок. Элина не собирается на это закрывать глаза. Но в ответ на требование заплатить, гопник разбил банку о пол. Элина попросила защиты у покупателя китайца, но негодяи были из одной банды. Тогда за дело взялся Кьонг. Его тут же окружили со всех сторон. Анжела достал здоровенный нож. Элина испугалась и начала извиняться. Но драки избежать не удалось. В итоге все преступники были избиты. Нос-Анджела сломан, а китаец получил дополнительную порку. Элина потеряла до речи от увиденного. Для местных Кьонг моментально стал героем. Он проработал до самого закрытия магазина. Между ним и Элиной проскочила искра. Кьонг помог девушке закрыть жалюзи и отправился с покупками по злачному району домой. Тут он увидел, как какие-то негодяи утащили девушку в подворотню. Кьонг бросился им вслед и притворился будто он из полиции. Жертва нападения была спасена, но она тут же заехала своему спасителю по яйкам. Это была ловушка, и на героя началась охота с битами. Избив нескольких нападающих, Кьонг перелез через сетку и побежал по узкой улочке, но вскоре уперся в тупик. Бежать больше некуда, путь ему перекрыли десятки панков. Анджела собирался его просто пристрелить, но Тони предложил для начала повеселиться. Из мусорных баков гопники высыпали стеклянные бутылки, а биты обмотали тряпками. В этой версии бейсбола разбитые о стены бутылки осыпают Кьонга осколками и ранят его. Некоторые бутылки прилетают прямо в него, и никак от них не закрыться. Израненный китаец упал на асфальт. Анджела хотел его прикончить, но дамы были против. Перебранка между ними привела к тому, что гопота забила на Кьонга, и тот окровавленный остался лежать среди осколков. Бандитка Нэнси оказалась сестрой Дэнни, причем не самой лучшей. Она днями может не появляться дома. Пацан рассказал ей о Кьонге, отличном парне, который подарил ему приставку. Мальчик жалуется, что его подушка на коляске совсем износилась, ему нужна новая, и Нэнси пообещала купить ее. Весь в крови Кьонг смог добраться до своего подъезда. Дэнни сказал, что это и есть их сосед, и Нэнси решила помочь ему. Мужчина проснулся совершенно голый, Нэнси его раздела и обработала раны. Сама девушка якобы ушла на работу. В магазин на помощь Лине отправился и Кьонг. Однако на него снова открыли охоту Панки. Кьонг пустился на утек. Бандиты его преследуют, громя все на своем пути. Бедолага скрылся на парковке, но отморозки с битами от него не отстают. По возможности Кьонг их вырубает по одному. Когда его прижали к краю, храбрец полез на крышу парковки, просто перелезая с этажа на этаж. Наверху он спрятался в машине с мячиками. Владельцу машины и мячиков это не понравилось, и он выдал китайца. Гопники решили, что будет очень весело столкнуть машину с крыши. Кьонгу удалось спастись в последний момент. Погоня за ним продолжилась. Измученный турист снова был зажат в угол. Анджела предложила отпустить его, если Кьонг поцелует его в задницу. Но тот высек бандита оторванной антенной и решился на еще один отчаянный шаг, перепрыгнув с одного здания на другое. Повторить этот трюк никто не решился. Грабители нашли покупателей на украденные бриллианты, но что-то пошло не так. Так, темнокожие бандиты были расстреляны. Их машина попала в аварию рядом с домом Кьонга. Там как раз тусовались панки. Они сняли с раненых золото, а Анджела спер кейс. Сюда же подъехали преступники в костюмах и расстреляли машины. Анджела обнаружил в кейсе мешочек с бриллиантами. За ним идет погоня. Гопник споткнулся о кресло Дэнни и засунул драгоценности в его подушку. Здоровяк взял Анджела на мушку, а Кьонг тихонько затащил кресло в квартиру. Но панку повезло, дом окружила полиция, их всех арестовали. Кьонг занес Дэнни домой. Мальчик очень обрадовался, сестра ему купила новую подушку. Бандитка прячется, чтобы не попасться на глаза соседу. Но слава Дэнни о том, как он ее любит, растрогали Нэнси. Она вышла и извинилась перед Кьонгом. Пацан удивился, что эти двое уже знакомы. Старая подушка с бриллиантами оказалась под диваном. Отморозков в костюмах, входящих в группировку Белый Тигр, пришлось отпустить. На них ничего не было. Копы отпустили и Анджела, чтобы установить за ним слежку. Ночью Белые Тигры вернулись в дом и обшаривают подъезд. Кьонгу они представились как агенты ФБР и дали свою визитку. Китаец пришел в клуб, в котором Нэнси работает танцовщицей. Сюда же явился и Тони со своими людьми. Нэнси его девушка, и прямо сейчас она присела поговорить с Кьонгом. Вскоре их засек один из гопников и рассказал об этом главному. Парочке пришлось бежать из клуба, они скрылись на мотоцикле Нэнси. Девушка решила, что Кьонг ей нравится больше и поцеловала его. А заплатить за это пришлось Элине, чей магазин в дребезге разнесли панки. Тони выпытывает у нее, где можно найти Кьонга. Пока гопники отрывались в магазине, Белые Тигры закинули двоих в багажник и похитили их. Но только Анджела знает, где находятся камешки, и он сел на хвост Дэнни. Когда взрослые отошли, он выкинул пацана из каталки и отобрал подушку, но внутри ничего не нашел. Во время допроса панков одного из них закинули в дробилку, а то, что вышло с обратной стороны, оказалось в черном пакете. Кьонг пришел в разгромленный магазин. Он узнал, что искали именно его за то, что он замутил с подружкой главаря местной банды. Элина разочарована в друге, а сам Кьонг решил отомстить панкам и попросил Нэнси перевезти его в их логово. Разъяренный кунг-фуист собирался навалять преступникам, но Тони просто наставил на него пистолет. Однако, когда подошла Нэнси, решил все же разобраться с врагом с помощью кулаков. Панк ничего не смог противопоставить чемпиону по кунг-фу и вскоре был избит. Разъяренный китаец принялся обрабатывать и остальных гопников. Кьонг много раз был на волоске от того, чтобы получить травму, но ловкость и скорость помогали ему избегать опасности. Ну а когда ему в руки попала лыжня, панки начали отлетать один за другим. Драку остановил Тони, выстрелив в воздух. Он признал, что Кьонг победил. Китаец надеется, что при следующей встрече они будут не драться, а сядут и попьют чайку. Тут в логово завалил один из похищенных с пакетом фарша. И если они не вернут то, что украл Анжело, так будет с каждым. Кьонг предложил обратиться за помощью в ФБР. Вот так он случайно сдал Анжело отморозком из банды Белый Тигр. Блондину прострелили ногу, и он признался, что спрятал бриллианты в каталке Дэнни. Бандиты ворвались в квартиру и распотрошили новую подушку. Бриллианта внутри не было. Кьонг получил за это в живот, а Дэнни сказал, что знает, где лежат драгоценности. Правда, он указал на бижутерию сестры и тут же получил по лицу. В то же время Кьонг понял, где лежат бриллианты, но не стал их отдавать, а избил бандита костылем. Кьонг хотел наказать мордоворота за избиение ребенка, но тому ни почем удары китайца. И тогда Дэнни кинул ему разводной ключ. Кьонг высыпал бриллианты. Бандитам позвонил главный, но трубку взял Кьонг. Он предлагает обменять драгоценности на его друзей. Кьонг отправил пацана в школу, а сам заскочил в магазин Лины. Там полным ходом идет ремонт. Помещение выглядит как новенькое. Кьонг попросил девушку где-нибудь спрятать краденые бриллианты. Парочку камешков она хотела бы взять в качестве компенсации. К магазину подъехал главный и попросил Кьонга спуститься в торговый зал. Нэнси отправилась в ванную, чуть не сперев горстку бриллиантов. Когда Кьонг спустился, он увидел кучу цепей, которые были натянуты по всему супермаркету. Он попытался предупредить Элину об опасности, но та отказалась выходить. Грузовик потянул сразу за все цепи, и здание сложилось за секунды, будь то карточный домик. Разоренная девушка осталась стоять со спущенными штанами посреди улицы. Снова позвонил босс, он назначил место встречи. Через час бриллианты уже должны быть у него. В этот раз Кьонг позвонил в настоящую полицию. Копы повесили на Кьонга прослушку и дали один камешек, чтобы показать его бандитам. Задача Кьонга разговорить их, чтобы они рассказали об убийствах и ограблении. Встреча была назначена в ресторане на пирсе. Усач проверил камешек. Остальные Кьонг обещает принести после того, как освободят его друзей. Он совершил ошибку и упомянул кличку их босса. Те догадались, что на китайце может быть прослушка и завели его в лодочный гараж. Так и есть, в волосах был спрятан микрофон. Босс отдал приказ убить Кьонга и заложников и плевать на бриллианты. Но Кьонг умирать не спешит. Он отбился от бандитов и скрылся среди гаражей. Правда, застрял между стенами. Бандитов отвлек коп, но ему важнее было засунуть сигару в рот и его подстрелили. Кьонг переживает за своих друзей и решил действовать самостоятельно. В то же время бандиты захватили заложников и угнали катер на воздушной подушке. Кьонг также успел на него запрыгнуть в последний момент, но тут же выпал, зацепившись веревкой. Катер преследует полиция. Бандиты расстреляли вертолет и чуть не раздавили рыбаков. У пляжа они также не стали тормозить и заехали на сушу, чуть не раздавив десятки людей. Кьонг спас маленькую девочку в последний момент. Его самого катер все-таки задавил, но Кьонгу повезло, что под ним был песок. Он запрыгнул на катер, который уже выехал на дорогу и протаранил автобус. Судно сносит одну машину за другой. Кьонг слетел с него и чуть не попал под грузовик. Не пожалел катер-убийца даже Ламборджини. Заехал он и на концерт рокеров. Полицейские не знают, как остановить это чудовище на воздушной подушке. Тогда Кьонг спер огромный зазубренный меч из музея и сел в Ламборджини. Снеся двери, он разместил клинок снаружи и на ходу вспорол подушку катера. Махина разрушила еще несколько магазинов и наконец остановилась. Кьонг залез внутрь и ранево одного из бандитов узнал, где удерживают заложников. Вскоре Тони и Нэнси были освобождены, а Кьонг получил возможность отомстить боссу Белых Тигров и проехался по нему и его охранникам на Залатаном катере. Редактор субтитров А.Семкин